Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 21 главу. «И призрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак. И обрезала Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сарра, смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала, кто сказал бы Аврааму, Сарра будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына. Дитя выросло и отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак, сын его, отнят был от груди. И вот происходит чудесное событие, которое предсказано уже было задолго до этого. Рождается Исаак у пожилой, очень пожилой пары Авраама и Сары. И мы видим, что это событие увенчивает долгие, долгие, долгие десятилетия терпения. Мы видим, что проходит огромное время перед тем, как Бог пообещал Аврааму, и это обетование исполнилось. И тут Священное Писание научает нас терпению. Божье обетование непременно исполнится в свое время. Даже если кажется, что это невероятно, даже если кажется, что это невозможно, Бог непременно исполнит то, что Он обещал. Но может пройти большое время. Мы должны проявлять терпение. Он, ребенок, назван Исаак, то есть смех, поскольку Сара сказала, что всякий, кто об этом услышит, рассмеется. И сказала, кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына. Мы видим, здесь как чудесным образом Сара становится способна и к тому, чтобы выносить, к тому, чтобы родить ребенка, и к тому, чтобы его вскормить. Мы видим, как здесь происходит чудо, сверхъестественное божественное вмешательство. И Исаак рождается не обычным естественным порядком, он рождается в результате чудесного божественного вмешательства. Конечно, он рождается у супругов в результате их супружеского общения, но мы видим здесь один из библейских примеров того, как происходит чудо, и ребенок рождается неким удивительным, необычным образом. И увидела Сара, что сын Агарии, египтянки которого она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Исааком. И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его Исмаила. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабынь я произведу великий народ, потому что он семя твое. Измаил уже подросток в это время, и он насмехается над Исааком. И возникает опять это соперничество между Сарой и Агарью египтянкой. И Сара этим недовольно страшно, и требует от Авраама прогнать Агарь и ее сына для того, чтобы обеспечить место Исааку, чтобы Исаак был наследником. Почему? Потому что Исаак это дитя обетования. С одной стороны, Исаак это младший ребенок. Измаил значительно старше. Но, поскольку Бог родил этого ребенка сверхъестественным образом, почти сверхъестественным, конечно, это, отметим еще раз, это дает результат супружеской жизни, но в таких невероятных обстоятельствах, что это чудо, которое свершает Бог. Именно Исаак становится носителем обетования. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, дал Агаре и положил ей на плечи, и отроки отпустил ее. Потому что Бог, как мы прочитали, только что пообещал, что они не пропадут, что от них произойдет великий народ. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села поодаль против него и подняла вопль и плакала. И мы видим, что, кажется, это обетование не сбывается. Кажется, что бедная Агарь с Измаилом, она заблудилась, и сейчас они умрут от жажды. Они заблудились в пустыне. И вот она подняла вопль и плакала. Однако Божьи обетования сбываются всегда. И услышал Бог голос отрока оттуда, где он был. И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, что с тобой, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою живую, и пошла, наполнила мех водой и напоила отрока. И Бог был с отроком. Он вырос и стал жить в пустыне и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фарран. Мать его взяла ему жену с земли египетской. Мы видим, что Бог продолжает заботиться об Измаиле, хотя он не является наследником обетования. И о чем это говорит? Он все же является потомком Авраама. Бог признает его как потомка Авраама, хотя, скажем так, побочную ветвь. Тот ребенок, через которого Бог продолжает действовать в истории, это Исаак. Но, тем не менее, Бог не отвергает, Бог продолжает заботиться об Измаиле. Это значит, что мы, когда мы говорим о том, что мы обладаем истинной верой, и это так. Другие люди, они не обладают. Люди других вер, они не обладают истинной верой, конечно. Они ошибаются. Бог не действует через них в этом мире так, как Он действует через церковь, но все же они остаются объектом милостливого попечения Божия. Они Божьи творения, и Бог о них заботится. И было в то время. Авимилех с Ахузаром, невестоводителем, Ифиховым, военачальником своим, сказал Аврааму, «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. Как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землей, в которой ты гостишь». Авимилех увидел это Божье покровительство над Авраамом, и он решил заключить с ним союз. «И сказал Авраам, «Я клянусь». И Авраам упрекал Авимилеха за колодец с водою, которую отняли рабы Авимилеховы. Авимилех же сказал ему, «Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, я даже не слыхал о том доныне». И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимилеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам семь агнец из стада мелкого скота особо. Авимилех же сказал Аврааму, «На что здесь сие агнец, семь агнец из стада овец, которых ты поставил особо?» Авраам сказал, «Семь агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Потому он назвал сие место Версавия, ибо тут оба они клялись и заключили союз Версавия». Авраам заключается в Милехом союз, и частью заключения союза является обмен дарами. И в том, что Авимилех взял эти семь агнец, он этим самым засвидетельствовал, что колодец принадлежит Аврааму. И этот колодец, он потом сохраняется в земле до сего дня. То есть люди о нем помнят. «И встал Авимилех, и, охузав невестоводитель его, и Фехов, военачальник его, и возвратили землю филистимскую, и насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа, Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник немногие». Мы видим, что Авраам насадил рощу, то есть такое специальное место для поклонения, и призвал там имя Господа, Бога Вечного. То есть Авраам взывает к Богу. Авраам постоянно, как мы видим, ходит перед Богом. Он проявляет какие-то человеческие несовершенства, он может пугаться, он может лгать, чтобы избежать угрозы смерти, но он ходит перед Богом, он призывает имя Божие. Мы с вами прочитали 21 главу книги Бытия. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру Взял право. Писание в рамках библейского портала Продолжение следует...